Всем привет! Совсем недавно второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае представил нашему взору новый флагманский смартфон ZTE Axon 40 Ultra. И это еще не все. 20 октября 2022 года данная компания представила очень интересный, на мой взгляд, смартфон данной флагманской линейки Axon 40. Модель получила название Axon 40 SE, но стоит отметить, что к флагманам, если брать во внимание технические характеристики, Axon 40 SE не имеет вообще никакого отношения. Смартфон получился не очень производительным. В Antutu он набрал всего 210 тысяч баллов. В наше время это не слишком хороший результат. Но производитель уверяет, что эти технические характеристики уходят на нет, если смотреть на цену данного устройства. Axon 40 SE оценили в 300 долларов. Тут уже напишите в комментариях, стоит ли данный смартфон 300 долларов. Из его выделяющихся особенностей можно отметить тонкую рамку вокруг экрана и лаконичный дизайн, который нельзя назвать совсем оригинальным. Но он хотя бы не самый заезженный, как принято сейчас в наше время. Итак, основные фишки смартфона Axon 40 SE. Это процессор Unisoc T618. Хороший AMOLED дисплей дегональю 6,67 дюйма. Основная камера разрешением 50 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 4500 мАч. И многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали. Первое, что хочется отметить, смартфон получил достаточно неплохой процессор Unisoc T618. Это восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 28 августа 2019 года. И изготавливается по 12 нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра Cortex-A75 на 2,0 и шесть ядер Cortex-A55 на 1,8 ГГц. В состав решения входит движок N-Jane Vivi Magic 5,0. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-G52 MP2. Axon 40 SE получил достаточно хороший экран дегональю 6,67 дюйма. С разрешением Full HD+, 2400 на 1080 пикселей. Экран занимает почти 94% от площади передней панели. Селфи-камера помещена в круглый вырез и имеет разрешение 8 Мп. Соотношение основного экрана 20 на 9. Плотность 395 ppi. Дисплей выполнен по технологии AMOLED. Для многих людей технология экрана это большой минус, но стоит отметить, что есть множество плюсов. Основное это, конечно же, насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED-экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS-матрицы. Дисплей не поддерживает, что немаловажно, повышенную кадровую частоту. То есть очень-очень расстраивает. За 300 долларов напишите обратно в комментариях, стоит ли данный смартфон таких денег. Аккумулятор получил емкость 4500 мАч с поддержкой 22-х ваттной быстрой зарядки. Зарядное ZTE использует нитрит галя, и поэтому оно сравнительно меньше, чем аналогичные по спецификации быстрые зарядные устройства на основе кремния. Зарядное устройство можно использовать для зарядки всех ваших устройств, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, портативные игровые консоли, камеры и другие аксессуары. Корпус телефона выполнен из пластика и имеет острые грани. На одной из боковых сторон находится сканер отпечатков пальцев. ZTE Axon 40 SE продается в двух вариантах, в черном и белом цвете. Задняя панель имеет декоративный переход цвета, который и отличает версию SE от Pro-версии. Но, как мы знаем, Pro-версия намного-намного круче. Оперативной памяти всего лишь 4 ГБ, но благодаря технологии Memore Fusion, объем оперативной памяти можно увеличить еще на 2 ГБ, то есть в сумме 6 ГБ. В конфигурацию новинки также входит 128 ГБ своей флеш-памяти. Основная камера выполнена в виде двух крупных круглых объективов и состоит из трех модулей. Основной, конечно же, на 50 Мп, плюс дополнительные модули, позволяющие снимать в разных режимах. Широкоугольный на 5 Мп и макро на 2 Мп. Камера делает достаточно неплохие снимки, но не стоит ожидать флагманских решений. Из особенностей Bluetooth 5.0, наличие слота microSD и аудиоразъема mini-jack. Основной порт для зарядки и передачи данных USB Type-C 2.0. Есть функция разблокировки по лицу Face and Lock. Предварительная цена смартфона ZTE Axon 40 SE составляет 299 долларов. Это около 18 тысяч российских рублей. На данный момент смартфон продается только в Мексике. Но готовится выпуск и в других странах. Посмотрим, сколько он там будет стоить. Габариты новинки равны. 163 на 75 на 7,6 мм. При массе 182 грамма. То есть смартфон весьма тонкий и легкий. Ну что же, ребята. На мой взгляд, компания ZTE, конечно же, не А-бренд. Конечно же, данная компания не сможет составить конкуренцию, например, Xiaomi, Samsung, Apple и так далее. То есть, действительно, данная компания берет тем, что она выпускает достаточно неплохие смартфоны за недорого. Но, как мы видим, данный смартфон стоит 300 долларов. На мой взгляд, цена чуть-чуть завышена. Потому что мы тут, ну скажем прямо, не получаем очень и очень хорошие технические характеристики. Потому что ZTE Axon 40 SE это, на мой взгляд, ну среднебюджетный смартфон. Не будем его уже называть бюджетным. Потому что 300 долларов это среднебюджетный сегмент. И в данном сегменте очень и очень много конкурентов, которые вам вообще не дадут никакого пропуска в мир продаж смартфонов. И вот, вы должны понимать, что ZTE Axon 40 SE, конечно же, не мощный смартфон. 210 тысяч баллов в Antutu. Он может вам предоставить достаточно средние технические характеристики в самые производительные игры. На мой взгляд, основной плюс, конечно же, это дизайн. Дизайн чем-то похож на смартфоны от компании Honor. Это Honor 50, Honor 70 и так далее. То есть, что-то такое и есть. Конечно же, он, данный смартфон ZTE Axon 40 SE, достаточно неплохо выглядит. Скажем прямо, это очень красивый смартфон. Скажем прямо, это очень добротно собранный смартфон. Потому что все-таки мы знаем, что ZTE это не такая компания, которая продает, ну, можно сказать, китайщину. Они действительно делают очень и очень хорошие смартфоны. Процессор T618. На мой взгляд, это очень и очень бюджетное решение в наше время. Да, средние настройки, как я говорил, есть, но все же. Самое главное в данном смартфоне, это, конечно же, экран AMOLED на 6,67 дюйма и основная камера на 50 мегапикселей. То есть, снимки можно сделать достаточно неплохие. В солнечную погоду можно сделать идеальные снимки. Но зашли вы в помещение с недостаточной освещенностью и все, валя, снимки у вас уходят на нет. То есть, действительно, тяжело данному смартфону. Также, как вы знаете, если бы в данном смартфоне было 4K 60 FPS, то данный процессор даже не вытянул бы данное разрешение. То есть, средний-средний смартфон. Напишите, кстати, в комментариях, что кому понравилось в данном смартфоне. Купили бы вы себе такой смартфон за 300 долларов. Очень будет интересно почитать. И постараюсь ответить всем. Вот такой смартфон получился у компании ZTE. А покупать ли его решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставь лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok